Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день, уважаемые наши зрители! Мы продолжаем наш марафон NGC «Детишек принеси» и сегодня мы продолжаем тему нашей недели для пациентов старшего репродуктивного возраста. И сегодня первым выступит Сергей Владимирович Боголюбов. Сергей Владимирович Боголюбов, кандидат медицинских наук, доцент, ведущий андролог сети клиник NGC, ведущий научный сотрудник отдела ВРТ Центра эндокринологии. Директор андрологической группы клиники NGC города Москва. Сергей Владимирович, пожалуйста. Да, могу выступать, да? Да. Добрый день, уважаемые друзья, все, кто включился. Мы решили, что я первое сделаю сообщение, потом будет второй доклад, и дальше, наверное, можно задать вопрос на контроль, который ответил. Вопрос по мужской репродукции и роль мужчины в программах ЭКО, в том числе с донорскими акциями, достаточно актуален. В большинстве случаев в парах, где используются донорские акции, мужчина тоже не совсем молод, и, соответственно, с возрастом мужчин тоже является определенной проблемой. Почему вообще так вопрос стоит? Дело в том, что мы регулярно, периодически сталкиваемся с такой ситуацией, когда пара, даже используя донорские акции, не может получить результат в виде беременности или в виде рождения ребенка. И такое как бы всеобщее поверье о том, что донорские ациты, ациты молодой женщины могут решить все вопросы, в том числе и компенсировать какие-то дефекты со стороны сперматозоидов, со стороны их генетического материала, они, в общем-то, не всегда верны. И сегодня я как раз хотел на эту тему поговорить, в том числе привести некоторые клинические примеры. Ну, если говорить о мужском возрасте в репродукции, то существует достаточно много исследований о том, что в настоящее время возраст отцовства повышается, и если вот посмотреть этот график, то видно, что с возрастом мужчин, в общем-то, детей рождается все больше в старших поколениях. Вот. И, соответственно, мужчины молодого возраста, если посмотреть по годам, рождение детей потихонечку снижается. То есть запрос на репродукцию в старшем мужском возрасте, он, в общем-то, растет. Еще одно исследование, которое показало, что средний возраст вступления в отцовство и материнство, опять же, вот за последние 40 лет неуклонно растет. Причем, если у женщины этот возраст как-то стабилизировался, вот средний возраст на уровне, там, 24 лет, то у мужчин возраст вступления в отцовство – это среднее значение, он неуклонно увеличивается. Ну, это, видимо, связано с образом жизни, с необходимостью создать какой-то фундамент для семьи, заработать денег, обрести профессию, поставить бизнес, чтобы он помогал, да, жить. Ну, и таким образом возраст увеличивается. Мы посмотрели, кто у нас дает спермограмму. Вот наши мужчины, которые приходят в клинику, и вот получили такие данные, это 424 исследования. Мужчины старше 45 лет, то есть это мужчины, которых можно относить уже к старшему репродуктивному возрасту, составили 25,7%. То есть каждый четвертый пациент в клинике, который сдает спермограмму – это мужчина старшего возраста. Безусловно, эта группа пациентов, она требует, по всей видимости, какого-то отдельного внимания. Вот, и об этом мы дальше и поговорим. Исследования, которые уже давно проводятся на тему возраста мужчины и качества спермограммы, влияния на репродукцию, показывают, что с возрастом достаточно отчетливо меняются все параметры спермограммы. Ну, вот здесь представлены данные Элиза Гирша, который еще в 2008 году опубликовал это исследование, где было показано, что такие параметры спермы, как концентрация, морфология спермы, подвижность, в общем-то прогрессивно снижается от молодого возраста к возрасту 50+. Причем некоторые показатели, такие как концентрация, падают практически чуть ли не в 10 раз. Прогрессивная подвижность сперматозоидов – это наиболее важный показатель во всей сперме, который играет максимально какое-то прогностическое значение. Для всех этапов репродукции он тоже снижается практически в 3 раза от возраста 26 до 60 лет. Что еще нужно помнить, это то, что беременности, которые мы получаем, они имеют свойство прерываться. И знаем, что около 20% беременности, наступающих естественным путем, прерывается. И вот я привожу вам данные регистра ВРТ, который опубликован Российской ассоциацией репродукции человека за 2020 год, о том, что в донорских программах, когда используют доноры ацитов, посмотрите, 18,5% беременности прерывается. То есть ациты молодой женщины не решают никак этот вопрос на самом деле. И если мы посмотрим из этого же регистра данные по преполационному генетическому тестированию, а здесь есть отдельная графа, когда вот доноры ацитов проходили преполационное генетическое тестирование, ПГТА так называемое, да, и посмотрите, тем не менее, почти 14% этих беременностей все равно прерывается. Вот если здесь взять в среднем по группе, это со свежими, собственными ретроцитами, ацитами, процент примерно 12,9%. То есть, да, конечно, это ниже, чем в случае, вот предыдущий слайд, когда просто донорство ацитов используется. Здесь у нас, по сути, мы выигрываем 5% потери беременности, только за счет того, что мы применяем преполационное генетическое тестирование. Но, можно сказать, что эта цифра не стремится к нулю, да, то есть она далека от нуля, потери беременности, и здесь есть над чем еще работать. По поводу прерывания беременности, ну, здесь речь идет о невынашивании, то есть когда два и более прерывания. В 22-м году Европейская ассоциация репродукции, эмбриология, опубликовала свой новый гайдлайн, руководство, где мужскому фактору вот отведено отдельное, так сказать, значение. И сказано, в общем-то, что мы должны оценивать образ жизни мужчины в паре, где происходит прерывание беременности, а также мы должны оценивать фрагментацию ДНК у этих пациентов. Что еще со стороны мужчины, кроме фрагментации ДНК, может приводить к выкидышам, в том числе и в программах ЭКО, это нарушение в кариотипе. Существуют определенные показания к исследованию кариотипа, в частности, это снижение концентрации ниже 10 миллионов в миллилитре, а также, если есть в семье анамнез выкидышей, пороков развития у детей, умственной отсталости. В этом случае кариотип должен выполняться независимо от концентрации сперматозой. Почему я на это обращаю внимание? Потому что если у мужчины есть изменения в кариотипе, есть вот такой анамнез, да, прерывание беременности, причем неважно, как эти беременности наступали, самостоятельно или это было прерывание в результате выполнения программы ЭКО, то это показания к обследованию партнеров. И если доноры ацитов, да, вот в этих программах, они проходят это тестирование, то если мы со стороны мужчины не увидим этих изменений в кариотипе, то точно так же мы получим выкидыши с донорскими ацитами. И причиной здесь будут какие-то изменения в кариотипе у мужчины. Есть здесь определенное еще коварство в том, что не всегда изменения в кариотипе отражаются на параметрах спермы. Вот в 2015 году была опубликована интересная работа, где было показано, что у пациентов, например, с рецепрогными транслокациями, ну, почти 60% этих пациентов имеет норма зооспермия. И когда мы видим нормальную сперму, и, в общем-то, все говорят, отстаньте уже от мужчины, у него все хорошо, а часто и сами пациенты так говорят, то вот здесь на слайде приведено большое количество вариантов кариотипа, изменений в кариотипе, которые будут сочетаться с нормой зооспермии. Вот, и поэтому при работе с такой парой должна быть не только оценка спермограмма, но и всех других еще факторов, да, были прерывания беременности или не были, были выкидыши в данной паре, не были, как программы ЭКО протекали и так далее. Ну, то есть, эту всю информацию нужно анализировать. Дальше двигаемся. Про фрагментацию ДНК несколько слов. На сегодняшний день фрагментация определяется четырьмя методами. Они вот представлены на слайде. Такая вот красивая картинка – это акредин оранжевый. То, что вот мы в отделении у себя делаем. Те сперматозоиды, которые прокрашены зеленым цветом, это сперматозоиды с целой, с нормальной ДНК. А есть сперматозоиды, у которых головка красного цвета, соответственно, это сперматозоид будет с поврежденной ДНК. Почему мы об этом говорим? На сегодняшний день фрагментация ДНК – очень, так сказать, хорошо, сильно и глубоко изученный феномен. Конечно, до сих пор есть много споров в профессиональной среде, насколько важен этот параметр. Но, тем не менее, вот что мы на сегодняшний день имеем? В 2019 году опубликован большой метаанализ, в котором было показано, что фрагментация ДНК сперматозоидов приводит, опять же, к регулярному прерыванию беременности. Причем достаточно большое количество исследований здесь суммировано в этот метаанализ и отношение шансов 10,7. То есть вероятность того, что беременность прервется, повышается практически в 10 раз. И достоверное, в общем-то, различие получается между группами контроля и там, где было прерывание беременности. В этом же метаанализе опубликованы данные по двум и трём и более прерываниям беременности. И, в общем-то, везде эта зависимость сохраняется между фрагментацией ДНК и прерыванием беременности. Почему мы, опять же, об этом говорим? Если мы возьмем донорские ациты, а у мужчины высокий процент фрагментации ДНК, то, в общем-то, пара не застрахована от того, чтобы получить выкидыш и, соответственно, получить промежуточный, так называемый, суррогатный точку, то есть это наступление беременности, но не рождение ребёнка. Что ещё про фрагментацию известно? Вот большой тоже метаанализ с 2017 года, более 8 тысяч циклов ЭКО было проанализировано. Было показано, что там, где фрагментация ДНК высокая в сперме, это оказывает негативные эффекты на наступление беременности. Причём как методом ЭКО-оплотворения, так и методом ЭКСИ, в общем-то, разницы нет, всё равно плохие исходы на наступление клинической беременности. Один из последних и, может быть, самых крупных метаанализов в 2021 году опубликован здесь, вот посмотрите, проанализировано 32 статьи, 12 тысяч циклов. Это как раз вот та самая доказательная медицина, про которую сейчас все говорят, и доказательные у нас доктора, и медицина доказательная. Вот метаанализ – это высшая степень, так сказать, доказательства. Посмотрите, здесь тоже анализировали влияние фрагментации ДНК на имплантацию, наступление беременности и рождаемость. Ну, в общем-то, было показано, что на все эти этапы, особенно на рождаемость, фрагментация ДНК влияет. Посмотрели отдельно оплодотворение методом ЭКО и методом ЭКСИ. Опять же, оказалось, что методом ЭКО, в общем-то, в половине случаев, ну, отношение шансов практически на 50% меньше родить ребенка, если высокая фрагментация. Если сперма обрабатывается методом ЭКСИ, когда идет отбор наиболее качественных сперматозоидов, здесь тоже есть у нас как бы проблема, но ЭКСИ немножко выраживает вот эту проблему с фрагментацией. Таким образом, молодая женщина, немолодая женщина, там, донорские ациты, да, потому что доноры, мы знаем, до 35 лет у нас доноры ацитов, фрагментация спермы может влиять на наступление беременности у этих пациентов. Что еще мы знаем? Это то, что имплантация в условиях высокой фрагментации тоже снижается. Так же, как и качество бластуляции, да, то есть образование количества бластоцистых, качество тоже связано с фрагментацией. Причем, если уровни до 30% не особо влияют, то цифры, которые становятся близки, там, к 50-70%, они, в общем, совсем плохо влияют. Но нужно сказать, что такие высокие цифры мы видим достаточно редко у наших пациентов. Ну и мы возвращаемся как бы к началу, то есть возраст мужчины, он как-то связан с фрагментацией? Да, действительно, опубликованы исследования, вот доктор Московцев в свое время, в 2006 году, еще давно-давно опубликовал данные, что у мужчин с возрастом, да, вот здесь каждые 5 лет смотрели, да, не только обычные параметры с первого изменяются, но и фрагментация увеличивается. Причем, опять же, практически в 2 раза, да, по сравнению вот 30-летний мужчина и старше 45 лет. Поэтому, когда мужчина за 45, мы, по крайней мере, перед такой вот дорогой программой, да, которая связана с использованием донорских хооцитов, в общем-то, почему бы не посмотреть фрагментацию ДНК. Но для того, чтобы не ссылаться только на иностранные работы, приведу наши вот данные. Ипочинцева Елена Александровна опубликовала в 21-м году собственные исследования о фрагментации ДНК в зависимости от возраста. Вот, то есть при увеличении возраста было показано, что действительно, достоверно увеличивается фрагментация в популяции именно российских мужчин. Что еще влияет на фрагментацию? Что у пациентов-то искать нам, да, когда мы видим эти цифры? Но наиболее частая проблема урологическая – это варикоцелия. Варикоцелия увеличивает достаточно существенно, практически на 10% фрагментацию ДНК. И, соответственно, коррекция, операция по поводу варикоцелия обычно нормализует эти параметры. Метаболические нарушения, то есть мужчина с ожирением. Чем выше индекс массы тела, тем выше фрагментация ДНК. Также есть прямая корреляция с уровнем инсулина, с уровнем 3 глицеридов и обратная корреляция с уровнем липопротеидов высокой плотности. Также было показано, что наше исследование в нашем центре делалось, что фрагментация влияет на развитие бластоциста и получение бластоциста хорошего качества. Причем это отрицательная корреляция. То есть чем выше фрагментация, тем меньше бластоцист хорошего качества. Но есть и другие подходы к оценке фрагментации. Вот очень интересная работа была опубликована на ЭШРе, на Европейском конгрессе по репродукции в 2020 году, где было представлено вот такое разделение женщин по возрасту, то есть это до 36 лет, 37-40 и старше 40 лет. Соответственно оплодотворяли спермой с фрагментацией больше и меньше 30% вот в этих группах женщин. Что получили на выходе? На выходе получили, что только у женщин старше 40 лет повышенная фрагментация оказывала влияние на такие этапы ЭКО, как процент оплодотворения, достоверные различия были получены. По формированию бластоцист эмбрионов хорошего качества также были получены достоверные различия по уровню имплантации, по выкидышам и по наступлению беременности. Что интересно, у женщин более молодого возраста таких тенденций не было обнаружено. На основании чего авторы сделали заключение, что уровень фрагментации у молодых женщин не играет значения. И что по всей видимости ациты молодой женщины могут восстанавливать вот это поврежденное ДНК, которое со сперматозоидом поступает. Ну вот такие интересные взгляды на эту проблему. Но в этом случае, если мы используем ациты донора, то есть молодой женщины, по идее, фрагментация не должна влиять. Но опять же повторюсь, что фрагментация, фрагментация рознь. Когда мы видим очень высокие цифры, выше там 30%, 50%, то, скорее всего, будет какое-то влияние. Плюс на сегодняшний день мы совершенно не умеем оценивать репаративные способности ацита, то есть как он может восстанавливать. Понятно, что это вот среднее по группе, там 280 женщин исследовали. А у каждой конкретной женщины, то есть там речь идет о репаративной системе, она связана с геном Берсия-1, который может репарировать двойные разрывы ДНК, и снижение активности этого гена, или если у женщины есть мутация в гене Берсия-1, то, в общем-то, ацит зачастую может и не восстанавливать даже в молодом возрасте разрывы ДНК. То есть он собственные разрывы не может восстановить, а тут еще сперматозоид с разрывами попал. Но, опять же, это не касается женщин-доноров. Следующая позиция – такой экстремальный метод. Пациенты постоянно про него спрашивают, а что, если нам взять сперматозоиды из яичка? Мы слышали, что там с фрагментацией лучше. Но вот есть исследование, тоже целый метаанализ опубликован, где было показано, что действительно, если у пациента очень высокий уровень фрагментации, и он не поддается консервативной терапии, сперматозоиды можно получить из яичка, и там действительно фрагментация будет меньше. Причем было показано, что как процент оплодотворения, так и наступление беременности будет лучше, как раз если мы берем из яичка сперматозоиды. Также такая же зависимость у нас сохраняется с выкидышами и с живорождением. То есть выкидышей будет меньше в постикулярных сперматозоидах, а наступление, в общем-то, живорождения, то есть рождение детей, будет наступать чаще. Мы иногда используем такой подход, но достаточно нечасто. Дело в том, что на сегодняшний день законодательством Российской Федерации такой подход к лечению на сегодняшний день не регламентирован. И таким образом мы можем действовать только, пожалуй, в одной ситуации, это когда у пациента есть нейтрозооспермия, то есть большое количество мертвых сперматозоидов, тогда мы можем получить сперматозоиды из яичка при наличии их в якуляте. В остальных случаях это очень сложно обосновывать, и поэтому такая практика на сегодняшний день широко не используется. Следующая позиция, которая может влиять на неудачи программ ВРТ с использованием донорских ацитов, это аннеоплоидия сперматозоидов. Мы знаем, что у мужчины должно быть 46 хромосом, 46 и половые хромосомы – это X и Y, у женщины, соответственно, 46 XX, а половые клетки, которые образуются, они, соответственно, должны содержать 23 хромосомы, или это называется гаплоидный набор хромосом. Когда количество хромосом в сперматозоиде или в яйтиклетке отлично от 23, это называется аннеоплоидия, то есть неправильный хромосомный набор. И вот у мужчин мы знаем, что может быть иногда сильный неправильный хромосомный набор, что может привносить в контакте с ацитом, формировать неправильный хромосомный набор у эмбриона. И здесь как раз вот дальше мы будем обсуждать, что нужно ли в программах с донорскими ацитами проводить преполационно-генетическое тестирование, потому что есть разные мнения о том, что не надо этого делать, потому что клетки молодой женщины должны иметь нормальный хромосомный набор. Мы забываем, какой хромосомный набор имеет сперма. И давайте посмотрим, что мы знаем на сегодняшний день. Мы знаем, что у мужчин в дорогах по каждой хромосоме допускается примерно 0,1%, вот здесь приведены эти данные, аннеоплоидии. То есть если мы сложим вот эти все примерно 0,1-0,2 по 23 хромосомам, то мы получим в среднем где-то 0,5-0,7%, точнее где-то 2,5-3% аннеоплоидии, аннеоплоидии в сперме, которые, в общем-то, у здорового мужчины. Что интересно с возрастом, так же, как и у женщин, только у мужчин это происходит старше 45 лет, начинает нарастать количество сперматозоидов с неправильным хромосомным набором. И на сегодняшний день, кстати, исследование аннеоплоидии сперматозоидов, оно регламентировано, разрешено руководством ВОЗ, которое у нас в 2021 году, по-моему, в 2022 обновилось. Это уже шестое издание, где как раз есть целый раздел, посвященный аннеоплоидии сперматозоидов. Посмотрите, что здесь написано, что мужчины с бесплодием имеют десятикратное увеличение частоты хромосомной аннеоплоидии. То есть просто нахождение в бесплодном браке, да, и это уже ведет к тому, что у данных мужчин чаще хромосомные аномалии встречаются. И вот здесь очень интересный абзац, что аномальный уровень аннеоплоидии спермы чаще наблюдается у мужчин со сперматогенной недостаточностью, нарушениями в параметрах спермы, а также у мужчин с норма зооспермии, которая является партнерами в паре с невынашиванием беременности. Нормы, которые приведены в шестом руководстве ВОЗ, да, в 21-м году она обновилась. То, что вот я вам уже показалось, плюс здесь еще одна публикация, другой еще автор, но цифры примерно одинаковые, то есть они никак не разнятся, и если мы, еще раз повторю, вот сложим все эти цифры, то мы получим где-то около 2,5-3% аннеоплоидии по всем 23 парам хромосом. Значит, что еще мы знаем? Вот, как было сказано, в 10 раз повышается процент в пары, где есть нарушения спермы. Вот здесь приведены данные олигоастена тератозооспермия и контрольная группа. И вот, например, дисомея, то есть когда 2,18-х хромосомы, смотрите, четко в 10 раз количество увеличивается. Ну, лисомея по 18-й хромосоме, когда нету 18-й хромосомы в сперматозоиде, тоже четко в 10 раз чаще встречается. Вот, ну и все другие нарушения, вот по 21-й хромосоме, например, да, посмотрите, ну, категорически прям увеличивается количество аннеоплоидий по 21-й хромосоме. Если, ну, лисомея, да, когда нету 21-й хромосомы, эмбрион будет неживенеспособный, то лисомея по 21-й паре, это у нас синдром Дауна получается. Вот, поэтому чем хуже параметры спермы, тем выше процент этих нарушений. Есть работы, которые показывают действительно, что в парах, где происходит невынашивание, да, регулярное прерывание беременности, вот, а бесплодие и невынашивание, они между собой могут тоже коррелировать, да, то есть мы как бы бесплодие преодолеваем при помощи программы ЭКО, пара беременеет, но дальше беременность прерывается, да. И вот посмотрели, опять же, мужчин в этих парах, и оказалось, что действительно аннеоплоидий, то есть неправильный хромосомный набор, он, в общем-то, достоверно, вот здесь вот, да, достоверность показана, чаще встречается, нежели в парах, где этого нет, то есть в контрольных парах. Вот, и, ну, опять же, вот, про доказательную медицину, вот они доказательства. Мы проводили собственные исследования по поводу аннеоплоидии сперматозоидов, вот 48 человек насмотрели, и в свое время показали, что курение, как наиболее частый такой фактор, обсуждаемый, в общем-то, действительно приводит к аннеоплоидии в сперме. Особенно посмотрите по 21-й хромосоме и по половым хромосомам. 13-й и 18-й мы не получили, вот, и посмотрели литературу, в принципе, подтверждение этого, в общем, достаточно легко нашли. Достаточно много авторов пишут о том, что аннеоплоидии в сперме ассоциированы с курением. Варикоцели, про которую уже говорили, что к фрагментации ведет. Но помимо фрагментации, пациенты с варикоцели встречаются чаще, достоверно чаще, аннеоплоидии по 18-й и 21-й паре. Опять же, посмотрели в литературу, итальянские авторы в 2013 году опубликовали аналогичные данные о том, что частота диплоидии, да, то есть когда две хромосомы одного номера, да, встречаются достоверно чаще, нежели в контрольной группе. Про параметры спермы мы уже сказали, да, что чем хуже параметры спермы, тем чаще это встречается. И вот исследования, которые показали, что аннеоплоидия в сперме приводит к аннеоплоидии эмбрионов. Хотя, казалось бы, очевидный момент, да, но постоянно это обсуждается, что аннеоплоидия ацитов, она выше, чем в сперме, и поэтому те нарушения, которые мы в эмбрионах находим, они чаще связаны все-таки с ацитами. Но посмотрите, вот исследование, которое показало, что эмбрионы с нарушениями встречаются в два раза чаще, да, вот здесь 34%, здесь 62%, если в сперме есть аннеоплоидия. В два раза чаще. Но нужно сказать, что есть и альтернативные, как бы, точки зрения, такие вот небольшие исследования, которые были опубликованы в тезисах СРМ в 2014 году, где, например, возраст отца никак не связывался с аннеоплоидией, да, вот здесь не было получено достоверных различий, причем коррекция на возраст женщины делалась, но все равно, как бы, у них не получилось. И здесь именно речь шла о эуплоидности уже эмбрионов. Вот, когда мы делаем по ГТА и получаем такой вот скрин, график, да, мы видим вот три полидия по 13-й хромосоме, вот это исследование, оно нам не показывает, чья тут лишняя хромосома. В принципе, есть методы, которые могут это оценить, вот, но на самом деле никогда неизвестно, да, то есть вот, чья была лишняя хромосома от мамы или от папы. Вот. Что касается мужского возраста, посмотрите, есть интересные исследования, которые продемонстрировали, что мужской возраст отрицательно влияет на развитие эмбрионов. Были использованы именно в доме, о чем мы сегодня говорим, да, и посмотрели мужчины старше, 50 лет и моложе 50 лет. Что получили? Получили четкое различие по выкидышам в этих программах, то есть там, где мужчина был старше 50 лет, выкидыша достоверно чаще. По живорождению, по рождению детей, соответственно, достоверно ниже рождение детей там, где мужчина был старше. Вот. Наступление беременности в принципе никак не различалось, да. Ну, то есть беременности наступают одинаково хорошо, но все, что дальше происходит, выкидыши и снижение количества рождения живых детей, а мы же к этому стремимся, да, не к тому бы, чтобы беременность наступила, у нас же цель-то основная, чтобы ребенок родился и чтобы он здоровый родился. Вот. И видите, возраст влияет. И здесь вот, по крайней мере, вот эти два фактора, про которые мы с вами поговорили, это фрагментация ДНК, известно, что она влияет, вот на выкидыши, это аннеоплоидия, которая влияет, да, мы тоже про это поговорили, и все это ассоциировано с возрастом мужчины. Еще раз повторю, это донорские ациты, да, донорские ациты. Еще одна публикация тоже из Гирш, в свое время аналогичные данные, да, другая работа, но данные аналогичные. Было показано, что в программах с донорством ацитов, когда участвуют мужчины разного возраста, то чем старше мужчина, тем меньше процент наступления беременности, да, то есть, посмотрите, ну, в два раза практически снижается мужчин старшей возрастной группы. Влияние возраста отца, в принципе, не только на зачатие, но и на прерывание. Вот еще одно большое исследование, порядка трех тысяч пар, было показано, что отношение шансов 2,6 в отношении выкидышей, если мужчина старше 50 лет. Да, ну, то есть, это вот разные исследования, разных авторов, они подтверждают одну и ту же идею, один и тот же факт, что возраст мужчины влияет на это дело. То, что касается возраста мужчины, еще и очень интересные данные о том, что не только зачатие, наступление беременности, протекание беременности играют значения, но и сам по себе возраст связан с эпигенетическими нарушениями. Что такое эпигенетика? Эпигенетика – это регулирование работы генов. И у мужчин с возрастом нарушается эта регуляция. Было показано, почему это играет значение? Было показано, что плацента в очень большом проценте генов регулируется как раз со стороны мужчины. То есть, по сути, плацента – это наполовину мужской органы, потому что там именно мужской геном осуществляет функцию процента. И было показано, что у мужчин старшего возраста, у их партнерш, точнее, повышаются риски таких грозных осложнений, как эклампсия, преэклампсия, гистационного диабета. И это связано с возрастом мужчин. Большое количество было наблюдений. Вот 40 миллионов наблюдений – это американское исследование за 9 лет. Соответственно, и они сравнили как раз разбивку, сделали по возрасту. Мужчина моложе 45 лет, мужчина старше 45 лет. И посмотрите, что получилось. Достоверно, вот P меньше 0,01 – это говорит о том, что различие в группах достоверно. Получилось, что преждевременные роды достоверно чаще там, где мужчина старше. Рождение с низким весом там, где мужчина старше, чаще происходит достоверно. Худшие параметры плода при рождении. Соответственно, также с возрастом мужчина связаны. Проблемы с самой беременностью, то есть это гистационный диабет, это преэкломпсия, экломпсия у женщины в родах. И на завершающих этапах беременности также чаще развивается в этом случае. И вот эти позиции, они как раз связаны с деятельностью плаценты. То есть мы подходим к тому, что возраст отца у нас не только влияет на ранние этапы, но и на протекание самой беременности. В 2015 году был опубликован интересный обзор, который показал, что у мужчин старшего возраста, причем возраст отца, здесь отсечка идет 50-40 лет, были сравнены риски по рождению детей с различными заболеваниями и популяционные риски. То есть как в обычной популяции и как в группе, где мужчина старше. Ну вот было показано, что, например, по заболеванию суставов ахондродисплазия риски возрастают в 7-8 раз. По генетическим синдромам, связанным с генными мутациями, от 6-8 до 9 раз возрастают риски рождения таких детей. Рождение с ретиноплостомами, это опухоли глаза, нейрофиброматоз, эпилепсия, лейкемия у детей, заболевания центральной нервной системы опухолевая. То же самое, посмотрите, риски, в общем-то, существенно нарастают. И все это связано с возрастом отца. То, что касается, например, аутизма, есть прям четкая корреляция с возрастом. Посмотрите, если у молодого мужчины 10 на 10 тысяч рождения ребенка с аутизмом, то если мужчина старше 50 лет, в 10 раз, в 11 почти раз возрастают эти риски, и они, в общем-то, достоверны. У женщин тоже возрастает, но не так, в общем-то, драматически, так скажем, нарастают эти риски. И, в общем-то, аутизм, связанный с возрастом отца, это известная причина. Это как бы одна даже из-под формы аутизма, которая выделяется. И, к сожалению, на сегодняшний день мы это не можем ни на каком этапе увидеть. Ни на этапе преполационного генетического тестирования, ни на этапе тестирования уже после наступления беременности. То есть, пока ребенок не родится и не начнет общаться, мы не поймем, что у него такое заболевание. В 2017 году вышел еще один большой обзор по влиянию возраста отца на патологию детей. Здесь список был сильно расширен. Да, посмотрите, например, сюда включились, опять же, выкидыши, про которые мы поговорили. Различные заболевания суставов костей, четко увеличиваются риски. Генетические синдромы тоже растут. Заболевания со стороны матери во время беременности, это вот эклампсия, то, что мы говорили, преждевременные роды. Различные поражения нервной системы и диаутизма, повышение рисков шизофрении, биполярных расстройств и так далее. То есть, говорить пациентам и между собой, и проводить эти исследования, как это предотвратить, как это увидеть. Но не знаю, может быть, сперму надо криво консервировать в 20-летнем возрасте, если возраст у нас 50+, так, в общем-то, выраженно влияет. Но опять же, мы говорим только о повышении рисков. Это не значит, что риск равен 100%, то есть, что у мужчины в 60 лет обязательно родится ребенок с какой-то проблемой. Я не хочу этого сказать, не хочу вас пугать, но мы говорим о том, что риски в 5, в 7, в 10 раз выше, чем в обычной популяции получить вот такую проблему у ребенка. Так, и опять же, обратите внимание, что это не связано с ацитами, что это не связано с возрастом женщины никак, да? То есть, у самой женщины есть ациты, и там до 35 лет, или донорские ациты взяли, также до 35 лет женщина, да, донор. Вот эти риски, связанные с возрастом мужчины, они все равно будут сохраняться. И хотел привести клинический пример. Ну, вот у нас был пациент, как раз вот как мы работали сонооплоиди и спермы с оксидативным стрессом. Вот была у нас такая пара, где женщина была немного старше мужчины, и, соответственно, у них было сделано несколько программ ЭКО, которые были неудачны, и пара решила воспользоваться донорскими ацитами и выполнила две программы. Значит, в первой программе 10 донорских ацитов был получен один эмбрион всего. Хотя у нас процент гластуляции, то есть, есть нормативность определенная, должен быть не менее 40%. То есть, из 10 ацитов должно было быть как минимум 4, а то и больше гластацисты. Но вот здесь один только получился. И когда провели диагностику, он оказался анооплоидный. Вторая попытка еще, 6 клеток, причем это был другой донор, не тот же самый, было получено 3 эмбриона, вроде бы хороший как бы процент гластуляции, но ПГТА один из них мозаичный, два анооплоидные. Итого, если это сложить, да, две программы, два донора, 16 ацитов, более чем достаточно, но при этом всего 4 гластацисты, что составило 25%, должно быть 40 и более, да, если все как бы хорошо, в том числе со спермой. Вот, но с генетической патологией все 4, то есть 100%. Ну, то есть понятно, что проблема здесь не в ацитах, да, то есть у нас в двух программах одинаковая, да, как бы составляющая, это что? Это сперма. Соответственно, мы посмотрели, что у данного мужчины. У мужчины, во-первых, есть ожирение, вот, при этом регулярная половая жизнь, ну, и, в общем-то, больше ничего особенного, то есть не было варикоцеле, ничего такого, инфекций каких-то не было. Когда посмотрели кариотипы, кариотип у мужчины был нормальный, при этом, при оценке его анализов, мы увидели, что повышенный уровень гомоцистеина, низкий уровень витамина D, уровень половых гормонов был нормальный. В сперме, норма зоосперме, вот о чем мы с вами говорили, да, сперма совершенно нормальная, и на мужчину мало кто обратил внимание. При этом фрагментация ДНК 5% всего, то есть совершенно нормальный показатель. Нарушение упаковки хроматина 10%, тоже нормальный показатель. Ну, вот, где увидели проблему, значит, мы сделали анализ на оксидативный стресс, это выявление активных форм кислорода в сперматозоидах, и увидели, что циферка, это у нас 2700 условных единиц при норме меньше 2, то есть в 1000 с лишним раз повышен показатель оксидативного стресса. И о неоплоидии сперматозоидов посмотрели, потому что мы не получили уплоидных эмбрионов из 4-х бластоцистов. Что мы увидели? Мы по 5-ти хромосомам делали этот анализ, это 13-е, 18-е, 21-е и 2-половые X и Y. Мы увидели 3% десами по 21-й хромосоме, да, при норме там 0,1-0,2, а по всем 5-ти хромосомам мы увидели 4,8% нарушений, что составило сильное превышение нормы, ну, практически в 10 раз. Вот, если экстраполировать эти данные на все остальные хромосомы, есть такие исследования, которые показывают, что если есть анеоплоиди вот по половым хромосомам или вот по этим 5-ти, то по всем остальным примерно такие же нарушения. хромосом-то у нас 23, а мы посмотрели 5, да, составляя пропорцию, в принципе, вот эту цифру можно умножить на 5, ну, на 4,5. То есть, мы получаем, что в сперме процент анеоплоиди будет примерно около 20%, ну, плюс-минус. пациент при этом получал определенную терапию, да, мы видим, что он получал ангиовид, это как раз фолиевая кислота, но при этом гомоцистеин 14,7, то есть, нету компенсации, да, то есть, мало пить таблетки, нужно понимать, на какие цифры мы выходим, и, скорее всего, эта цифра была еще выше, раз на ангиовиде она такая. Пациент получал спортивное питание, карнитин, он пил теоктоцит, витамин Е, то есть, он принимал антиоксиданты, но при этом у него активные формы кислорода, то есть, оксидативный стресс очень высокий. То есть, получается, он был еще выше исхода до того, как он все это принимал. При этом, еще раз обратите внимание, что это никак не отображается на параметрах спермы обычной. Соответственно, мы сформулировали пациенту диагноз и назначили ему вот серию препаратов. Это был фолликулостимулирующий гормон, потому что только он может нам улучшить параметры по аннеоплоидии. Ну, варикоцелоктомия тоже может, но у него не было варикоцели. Теоктовая кислота внутривенно мы стали капать, потому что явно не хватало антиоксидантного действия. Тестикулярные олигипептиды использовали карнитин ацитилированный в виде фармакологической субстанции, спортивного питания, препараты фолиевой кислоты высокой дозе, витамин D. Значит, что мы увидели через три месяца терапии у наших пациентов? Значит, мы увидели активное снижение формы кислорода, прямо они упали практически до нормы, и изменение составило 99%. Очень интересно мы получили на контрольном анализе анеоплоидии сперматозоидов. Мы увидели, что 1,3%, 3%, да, то есть на 57% произошло падение этого показателя. Вот, по пяти хромосомам это всего 2%, вместо пяти, что еще минус 58%. Да, то есть мы видим, что нормализация окончательная не произошла, но показатель существенно улучшился. При этом вот параметры спермы после терапии, ну, совершенно норма зооспермия, да, 143 миллиона в миллилитре, всего 580 миллионов, подвижность 61%, морфология 4%, ну, все красиво, да, вот, и пара делает следующую программу ЭКО, опять с донорскими ацитами, 18 ацитов было приобретено, значит, из них получили на пятые сутки 16 было стацитов. Да, то есть там из 16 было 4, а после терапии мужчины, подготовки, мы получили 16 было стацитов. Ну, у пациентов не было столько денег, чтобы все их продиагностировать методом ПГТА, они взяли только 4 эмбриона на диагностику, оплатили, и из этих 4 мы получили 3 эуплоидных эмбриона. То есть там у нас из 4 не одного, да, все были с генетической патологией, вот, а здесь мы получили из 4-3. Вот сейчас пара планирует в дальнейшем делать перенос, таким образом пример демонстрирует как раз роль анеоплоидии, да, там, оксидативного стресса, вообще мужского фактора в результативности программ с донорскими ацитами. то есть мужчину полечили, самое главное выявили причину, да, потому что то, о чем мы думали, там, фрагментация, да, нормальная у нее фрагментация, да, нужно смотреть расширенные анализы для того, чтобы увидеть проблему, соответственно, подобрать правильное лечение. Ну и заключительные два слайда хотелось бы сказать о том, что если посмотреть данный рарш за последние 20 лет, мы видим, что практически у нас эффективность вышла на какое-то плато и дальше не особо растет. Скорее всего, это связано с возрастом мужчин и женщин, которые вступают в эти программы и все больше у нас именно не только женщин возрастных, да, 40 плюс в клинике, которые составляют там до 50 процентов, но и мужчины, которые в этих парах, они же тоже 40-45 плюс, да, у них тоже проблемы связаны с возрастом. И несмотря на то, что технологии, которые мы используем на сегодняшний день, позволяют нам, ну как бы, как мы думаем, эти технологии должны нам дать скачок в результативности программы КО, ну вот в частности ПГТ, да, оно действительно увеличило у нас шансы на наступление беременности, вот, но вот эта борьба между возрастом и технологиями может привести к тому, что в конце концов мы можем получать даже снижение процента беременности в целом по стране, да, из-за того, что возраст, продолжительность жизни увеличивается, благосостояние людей и желание заводить детей в более позднем возрасте, оно, в общем-то, никуда не девалось, не делится. Вот, ну и в заключение необходимо информирование пациентов о рисках зачатия беременности, родов и здоровья детей, ассоциированных с возрастом мужчины. Большое количество факторов, которые нарушают фертильность у возрастных мужчин являются модифицируемыми. То есть мы можем прооперировать варикоцели, мы можем похудеть данного мужчину, мы можем улучшить его метаболизм, и все это приведет к улучшению параметров спермы. Да, мы не умеем лечить старость, да, не умеем ее лечить, но посиндромно подходя, то есть видя проблему там здесь, здесь и здесь, мы отдельные какие-то аспекты можем улучшить и, соответственно, получить лучшее качество половых клеток для того, чтобы получить результат, в том числе и в программе ЭКО. Необходимо более тщательное обследование и коррекция нарушения отмена веществ у мужчин, которые планируют беременность в старшем репродуктивном возрасте, в том числе с донорскими укупами. Ну и возраст как бы отсечки или возраст внимания, да, это 45 и дальше это для параметров спермы, когда они начинают уже критически меняться, и 50 лет и старше появляются проблемы связанные с эмбриологическим этапом, исходами беременности, анеоплоидими эмбрионами и здоровьем детей. Поэтому здесь нужно отдельное внимание. Все, спасибо за внимание, я закончил свой доклад. Наверное, отметим уже после двух докладов. Правильно я понимаю? Да. тогда разрешите еще раз представиться. Вяткина Светлана Вячеславовна, я заведующая лабораторией генетики в клинике НЖС, кандидат биологических наук. И тема моей, моего сообщения нужно нужно ли делать ПГТА в циклах ВРТ с донорскими ацитами. Давайте вместе посмотрим знак вопроса, перейдет ли он в какой-то другой знак. Так, одну секунду. Прощение, у нас презентацию не видно. Александр, помогите, пожалуйста. презентацию не видно. Еще раз, нужно ли делать преимплутационное генетическое тестирование в донорских циклах? Сергей Владимирович уже сказал, но еще раз, позвольте напомнить вам, да, то, что ПГТА расшифровывается как преимплутационное генетическое тестирование на анеоплоидию, что позволяет исследовать хромосомный набор эмбрионов и отобрать эмбрионы без хромосомной патологии до его переноса в полость матки. и это является действующим и результативным инструментом предупреждения рождения детей с наследственными заболеваниями. Хромосомные заболевания, мы сегодня говорим именно о них. Сергей Владимирович уже сказал, что у нас в норме 46 хромосом, у взрослых людей возникают и хромосомные заболевания возникают в результате численных или структурных изменений хромосом. И хромосом у нас 46-23 пары, но в каждой хромосоме содержится так много генов, которые отвечают за нормальное развитие и функционирование организма, что изменения в числе хромосом и жизнеспособные хромосомные патологии, изменения числа хромосом связаны только с 5 хромосомами. Это лишняя хромосома номер 13-18-21. Трисомия по 21-й хромосоме вы все ее прекрасно знаете. Это синдром Дауна, ну и также изменения по половым хромосомам. Моносомия хромосомы либо синдром Клайн-Фильтера, когда у нас не XY половые хромосомы, а добавляется еще одна X-хромосома и у нас XXY. Только по этим 5 хромосомам связано живорождение, но здесь мы, конечно, говорим не о норме, физических, физической задержки, задержки развития, задержки психомоторного развития, речевого развития, то есть это рождение, конечно, больного ребенка. А если изменяется число других хромосом, то это прерывание беременности на ранних сроках, либо же, в принципе, не наступление беременности. Если мы говорим про хромосомы, то здесь очень важная следующая мысль. Влияние возраста женщины на возникновение хромосомных аномалий эмбрионов. Смотрите, пожалуйста, вот эта таблица, этот график, который известен всем специалистам репродуктивной медицины, влияние возраста женщины на возникновение анеоплоидии. И мы видим, что это просто катастрофическое увеличение с возрастом женщины, увеличение доли эмбрионов с анеоплоидией, с измененным хромосомным набором. Это данные нашей клиники. К настоящему времени у нас обследовано методом ПГТА уже более 40 тысяч эмбрионов. И посмотрите, доля элоплоидных эмбрионов или эмбрионов с нормальным хромосомным набором у женщин разного возраста. И мы видим, что после 37 лет, 37-38 лет идет катастрофическое снижение доли элоплоидных эмбрионов. И у нас сегодня тема возрастные женщины, возрастные пары 45+. Если мы посмотрим на график, то у женщин возраста 45 лет доля элоплоидных эмбрионов по нашим данным порядка 5-6%, то есть она стремится к нулю. И вот мы и говорим про донорские сегодня, про нужно ли делать ПГТА в донорских циклах. Если женщины старшего репродуктивного возраста проводят циклы ЭКО со своими ацитами, то они должны понимать, что вероятность найти эмбрионы с нормальным хромосомным набором на чрезвычайно низкое. Были ли у нас эмбрионы и было с рождения здоровых детей у женщин возраста 44-45+. Да, были, но за все 9 лет нашей клиники это единичные случаи, это уникальнейшие случаи и в принципе их можно пересчитать по пальцам наверное одной руки. Женщины старшего репродуктивного возраста для них одной из способов решения этой проблемы преодоления бесплодия это использование донорских ацитов. Доноры ацитов это женщины молодые до 35 лет и если мы посмотрим на график то мы видим, что здесь доля луплоидных эмбрионов у женщин 30 31 до 35 лет она больше 50 процентов также наши данные хромосомный статус эмбрионов с донорскими ацитами но у нас есть в голове образ что доноры ацитов это идеальные женщины у которых все хорошо со здоровьем это действительно так но здесь как биолог я могу сказать что природу не обманешь и все равно женщины даже даже уже там 21 года допустим если у нее 21 год она приходит на донорство ацитов то мы никогда не увидим у нее 100% эмбрионов с нормальным хромосомным набором посмотрите это наши данные и мы видим 65% это норма 65% эмбрионов только с нормальным хромосомным набором или с эоплейди извините это вот синенький синенькая часть нашей диаграммы то есть всего то есть всего две трети по литературным данным до трех четвертей эмбрионов из донорских ацитов эуплоидны и это мы должны с вами тоже понимать 100% нормы не будет это также данные нашей клиники спектр хромосомной патологии выявляемой у эмбрионов с донорскими ацитами это у нас хромосомы их 46 23 пары и мы видим что есть изменения в эмбрионах с донорскими ацитами выявляются изменениями абсолютно по всем хромосомам с первой по 22 а также по половым х и у и красным здесь обведены то что чаще всего встречается и посмотрите пожалуйста это хромосомы номер 16 номер 22 а мы знаем что аналоплоидия а именно трисоми по этим хромосомам чаще всего встречаются при замершей беременности хромосомы номер 13 и номер 21 это хромосомы трисоми по которым приводят хромосомным синдромом то есть это рождение больных детей 21 хромосома это синдром дауна 13 хромосома это синдром патаун если мы посмотрим данные регистра российской ассоциации репродуктивной медицины то мы увидим что ПГТА цикла с донорскими ацитами проводятся не так часто здесь данные с 15 по 20 год и мы видим что доля циклов с ПГТА в циклах с донорскими ацитами она увеличивается но тем не менее она не превышает четверть всех циклов если мы посмотрим данные клиники NGC то у нас две трети всех циклов с донорскими ацитами в них проводится преимплантационное генетическое тестирование на хромосомную патологию так нужно ли это делать или нет среди в профессиональной среде нет единого мнения если мы посмотрим статьи то мы увидим что есть статьи где говорится что делать это ПГТА в донорских циклах нет надо потому что ПГТА не увеличивает эффективность программ с донорскими ацитами также есть исследования где сказано что применение ПГТА целесообразно и оправдано в циклах с донорскими ацитами принимая во внимание что доля эмбрионов сеноплоиде это четверть а то и треть мы с вами должны помнить и держать в голове что доноры ацитов это не золотые девочки если мы говорим про хромосомную патологию что и у доноров ацитов тоже могут быть ациты с хромосомной патологией с анеоплоиди которые могут привести к негативным последствиям а нужно ли делать тестирование или нет здесь на сегодняшний день единого мнения нет и смотрите пожалуйста если мы смотрим на данные мировых исследований то скорее всего нет ну или можем сделать на всякий случай если мы знаем что только две трети три четверти эмбрионов эмброидны то здесь появляется необходимость и желательность в данных в данной генетической диагностике по крайней мере мы должны быть вы должны быть информированы о возможностях и ограничениях этого вида генетической диагностики снова возвращаемся к данным нашей лаборатории и данным нашей клиники мы с вами поговорили про донорские ациты а нужно ли делать ПГТА в цикл с донорской спермой еще раз да мы с вами говорим сегодня о женщинах старшего репродуктивного возраста 45 плюс и в данном случае конечно делая ПГТА мы ориентируемся конечно не на донорах спермы а у нас в фокусе внимания женщина женщина и наше знание что у женщины 45 плюс доля эуплоидных эмбрионов будет минимальна и мы конечно делаем ПГТА чтобы исключить анеуплоидные эмбрионы связанные именно с возрастом нашей пациентки и разрешите я вам тут зачитаю слова и врачей и пациентов я когда готовилась к этой теме а нужно ли делать ПГТА в донорских циклах я спрашивала врачей и пациентов и вот смотрите что пишут я являюсь ярым сторонником проведения тотального ПГТ ввиду наличия опыта прерывания беременности с хромосомными аномалиями у пациенток молодого возраста после ЭКО потери дается женщинам крайне сложно что тогда говорить о прерывании долгожданной беременности по тем причинам которые мы могли предотвратить несмотря на имеющиеся данные об отсутствии повышения эффективности при использовании ПГТ в программах ЭКО в циклах с использованием донорских хооцитов необходимо учитывать и психоэмоциональное состояние пары женщины принятие решения об использовании донорского материала дается нашим пациентам очень нелегко обычно принятие этого решения требует времени а в подавляющем большинстве нуждающихся в использовании донорских хооцитов относятся к старшему репродуктивному возрасту и используя ПГТ в данной группе мы можем быстрее найти элплоидный эмбрион который способен дать беременность и я бы добавила здесь что мы способны отсечь те эмбрионы со случайной хромосомной патологией которые приведут к негативным последствиям в моем виде не тратить время делая неэффективные переносы или получая патологические беременности которые либо прервутся самостоятельно либо будут прерваны по медицинским показаниям крайне негуманно работа с человеком все-таки сопряжена с человеческим отношением к нуждающимся в помощи спасибо Сергей Владимирович мы готовы тогда ответить на вопросы да я здесь я готов меня слышат? да 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 отвечу на вопрос который немножко не по теме но связан с генетикой анализ крови на мутацию в гене можно ли узнать есть ли проблемы со слухом у плода если у матери есть эти проблемы а именно проблемы со слухом очень хороший вопрос но здесь невозможно ответить однозначно смотрите проблемы со слухом в первую очередь нам нужно выяснить а генетически генетическая ли причина этих проблем да то есть здесь может быть не связана она с генетикой это первое второе если это проблема генетическая за проблемы со слухом отвечают мутации не в одном гене в нескольких да и мы для начала должны выяснить какая конкретно мутация в каком конкретном гене привела к потере слуха именно вот эта связка причина следствие и только если мы найдем такую мутацию патогенную мутацию которую мы однозначно свяжем свяжем с этими проблемами проблемами со слухом у мамы да тогда мы можем уже делать диагностику в данном случае если у нас плод то это будет уже пренатальная диагностика на конкретную мутацию в конкретном гене вот только только вот такой алгоритм действий так вопрос какие могут быть причины 15-16 трисомий замерзшие беременности соответственно а соответственно причины то есть была замершая беременность две замершие беременности если я правильно понимаю был сделан хромосомный анализ материала после замершей беременности и нашли хромосомную патологию по хромосоме трисомия по хромосоме номер 15 то есть это две 15 хромосомы вместо 3 15 хромосомы вместо 2 и трисомия по хромосоме номер 16 но в данном случае Это, скорее всего, возраст женщины. Если женщина молодого возраста, то, как мы уже видели, то это случайные ошибки при, скажем так, созревании ацита. Это вот первый вариант. Второй вариант. Здесь не сказано, есть ли кариотип родителей. То есть, 15-я хромосома, здесь могут быть какие-то сбалансированные перестройки в хромосомах у родителей. Это здесь вариант такой менее вероятный, но он тоже есть. То есть, если резюмировать, это либо случайность, если это молодой возраст, либо это закономерность при старшем репродукте, в старшем возрасте у женщины. Ну и если не сделан кариотип, то неплохо бы его сделать, кариотип родителей. Так. Почему эмбрионы с ПГТА могут дать анембрионию? Вы знаете, да, конечно, когда после ПГТА мы переносим эуплоидный эмбрион, ну считаем, что мы сделали все возможное. Но, к сожалению, мы забываем, что здесь могут быть еще и, скажем так, влияние и роль женщины, женского организма. Не все зависит от генетики эмбриона. Давайте я отвечу. Есть вопрос по поводу онлайн-консультации. Не люблю онлайн-консультации, потому что это все превращается в какую-то бесконечную переписку с информацией, которая где-то на почте, где-то в мессенджерах, где-то еще. Вот. И, в принципе, у нас по законодательству полноценная консультация онлайн возможна только после почечной консультации, когда выставлен диагноз и тогда можно делать какие-то дальнейшие назначения. Вот. Когда не было лучшей консультации, это все, так сказать, поговорить только без каких-то принципиальных решений. Вот. Поэтому, если требуется, лучше хотя бы один раз показаться на глазах, поговорить, посидеть, обсудить, а дальше уже можно перейти в онлайн-режим. По поводу, оказывает ли влияние на качество первого таблика преддиабета мужчины? Безусловно, конечно, оказывает. Вот. Речь известно, если взять сам, например, сахарный диабет. Здесь два момента. Вот. Мы проводили исследования у пациентов с сахарным диабетом первого типа. Это обычно молодые мужчины, и если у них хорошая компенсация диабета, все показатели нормальные, то у них качество первого практически никак не нарушается. Вот. Если это пациенты с плохим контролем глигемии, вот, а преддиабет, это, скорее всего, дорога к диабету второго типа, да, вот, то здесь, конечно, влияние будет. Нужно смотреть уровень глюкозы, инсулина, нужно смотреть ли гидный обмен, состояние функции печени у пациента. Вот. Все это в совокупности, ну, будет оказывать. Если компенсировать это состояние, ну, скорее всего, ситуация каким-то образом улучшится. Вот. По поводу еще, значит, один вопрос. Возможно ли применение альтернативного лечения без ФСД и ГДЧ при оксидативном стрессе? Ну, смотрите, там по себе оксидативный стресс гормонами это не особо лечится, да, там есть подходы с применением антиоксидантных препаратов. Причем у препаратов антиоксидантных разные механизмы действия, вот, поэтому можно комбинировать эти препараты. Можно использовать, вот как в нашем случае, который я привел, вместо таблеток, которые иногда плохо усваиваются, да, если у пациента есть какие-то проблемы с кишечником, всасывание нарушено, использовали парантеральные формы, то есть это введение внутримышечных, внутривенных препаратов. Вот. По поводу упаковки хроматина, к сожалению, тема очень до конца непонятная. ХГЧ используем только в случае, если у пациента есть или клиника, или в том числе лабораторное подтверждение дефицита тестостерона. При нормальном уровне дефицита тестостерона использование ХГЧ, в общем-то, не особо обосновано. Вот. Морфология спермы, ну, морфология спермы вообще на сегодняшний день признается одним из самых малозначимых параметров пейкулята, вот, как для естественной беременности, так и в программах ВРТ. Наиболее значимые параметры — это подвижность в плане прогноза, там, каких-то результатов программы О. Но нужно понимать, что когда мы используем ЭКО, мы практически, ну, нивелируем все вот эти параметры экуляции, подвижность, морфология, то есть все то, что нужно для удовлетворения в организме женщины, да, то есть движение сперматозоидов, для этого нужно определенное настроение, там, для химии его мембраны, так далее. Все это нивелируется, когда мы берем ферматозоид и затоим его в бейцеклету. Вот. Здесь важны как раз другие параметры — это вот упаковка хроматина, целостность, плойдность и так далее. Так. Еще один вопрос. Подскажите, какие анализы для мужчин в возрасте 40 лет после неудачного эфона? Можно еще сделать, кроме спермограммы, смарт-теста. Но, во-первых, если это бесплодие и уже неудачная попытка ЭКО, я бы, наверное, сделал кориатив с обоим партнерам, о чем Светлана Вячеславовна очень обговорила, в Марте для ЭКО, наверное, мало имеет значения и не нужно его там делать. Я бы еще посмотрел... Ну, вы знаете, почему я не люблю онлайн-консультации, да? То есть вот мы с вами говорим в условиях ограниченной информации. Для того, чтобы делать какие-то дополнительные назначения, нужно видеть ваш эмпирологический протокол. То есть сколько яйцеклеток было получено, какой процент обоговорения у них произошел, какой был процент гластоцист на пятые, шестые сутки, какие были результаты ПДТ, потому что на каждом этапе есть определенная нормативность, да? Ну, например, метод МЭКСИ должно благотворяться не менее 90% ацидов, да? Там процент пластуляции не менее 40% должен быть и так далее. Соответственно, на каждом этапе есть проблема со сперматозоидами, которая может обвыклавливать нарушение этого этапа, да? И в зависимости от того, что мы видим, мы назначаем те или иные дообследования, вот. Потому что на самом деле сдать можно очень много всего, и это все очень дорого стоит, и назначать все подряд, ну, наверное, неправильно. В принципе, можно и упаковка хроматина посмотреть, и можно посмотреть ФИШ-арнализ первый, и можно оксидативный срезер посмотреть, и электронную микроскопию. Я не знаю, может быть, УЗИ-мошонки надо сделать варикоцели, увидеть и привязать это к вашей программе ИКО, и дальше уже действовать, да? Ну, то есть очень мало информации для того, чтобы давать какие-то конкретные рекомендации. Так, спиратон, когда бабка мужчине давала результант. Я не пользуюсь спиратоном, использую другие препараты. Вот, ну, если посмотреть данные публикации, то, наверное, в каких-то группах пациентов можно давать. По поводу вот всех этих комплексов витаминов, давайте так скажем. Во-первых, для того, чтобы каким-то образом улучшить параметры, нам нужно видеть дефицит вот этого витамина, да? Вот как в нашем примере я вам привел. Пациент пил ангиамид, там полевой кислоты 5 мг, это очень много. Но почему-то гомоцистеин у него все равно не в норме в этом пациенте, да? Ну вот пьет он, а полку-то нет, понимаете? То есть нужно дозу корректировать, да? Нужно повышать, может быть, где-то помешать, потому что передозировка витаминов тоже плохо. Когда вы берете комплекс, в котором есть витаминов, начинаете все их пить, но при этом вы не знаете исходный уровень ваших витаминов, да? Получается, что вы или недостаточную дозу пьете, или какую-то избыточную дозу пьете. То есть что вы чем корректируете, совершенно непонятно. Вот, поэтому я люблю монопрепараты, которых не вот это вот, там, 10 препаратов, 15 микроэлементов, да, и еще там что-то на упаковке нарисовано. Вот, поэтому, ну вот такой вам ответ, там, по поводу этих комплексных препаратов. Анализ на анеоплоиди и сперматодоиды в какой анализ входит? Так это и называется анализ сперматодоидов на анеоплоиди методом ПИШ. Метод ПИШ – это корректизентная гидрогипертизация. Вот, мы делаем это в клинике НЖС Москва. Можно прямо в клинике сдать этот анализ, он делается примерно около месяца. Вот, делается оно в ПИД на 5 хроматом. Это 13, 17, 21 и XY. Вот, также в эндокринологическом центре в Москве, где я тоже работаю, также этот анализ выполняется. Сроки, ну, примерно такие же. Так, Сергей Владимирович, какой вопрос, какой праздник проводил лечение мужчине из клинического примера? Это репродуктолог должен направить или самой нужно оставить, а наполнительный обследователь? Политика нашего врача в вашей клинике была вам 43, надо смотреть в сторону донорских 50 лет. Не важно. Ну, обследование проводил и лечение я лично проводил, это мой клинический пример. Ну, вы знаете, во всем нужно иметь какой-то баланс, да? То есть, невозможно всех пациентов обследовать на все анализы, которые выполняет лаборатория. То есть, когда приходит пациент, мы не можем ему сразу все назначить, потому что это очень дорого, это необоснованно, вот. И большинство пациентов нам скажут, зачем вы нам эффекты назначаете, и вы разводите нас на деньги, и они будут, наверное, правы, да? Потому что для каждого анализа существует определенное показание, да? Ну, мы сдаем же анализ крови, там, я не знаю, на холестерин, когда у нас, там, не знаю, давление повыше, да? Просто так его не сдаем, хотя можно просто так тоже. Вот, и поэтому для того, чтобы назначить анализы, нужно иметь, да, там, глюдачные программы ВРТ, выкидыши, которые были, там, для исследования кариотипа показатели в сперме, там, ниже 10 миллионов в миллилитре, ну, и так далее, да, то есть мы вначале разговариваем, смотрим, а дальше уже, ну, делаем определенное назначение. Но если у вас была программа наихоньую неудачу, если мужчина старшего возраста, у него предтиабет, ну, я согласен, что я бы, наверное, посмотрел лучше на данного пациента. Вот. Ну, вы можете своему доктору задать такой вопрос, да, можно ли вот обратить внимание на мужчину. Тем более, если речь идет про донорские клетки, донорские клетки никуда не убегут, да, вот. И есть время, как бы, на следователь. Вот когда вы в возрасте 40 плюс работаете со своими клетками, да, и там у нас, как говорится, каждые полгода могут быть последними, да, когда клетки могут закончиться. Ну, здесь как-то мы все-таки с репродуктологами же общаемся, мы стараемся наше обследование как-то минимизировать. Иногда мы опираемся на какие-то клинические данные, да, но понятно, что если мужчина ожирение диабет, скорее всего, ему будет акцитативный стратег, и мы какие-то препараты назначаем, да. Вот. Но, тем не менее, ну, то есть это вот должна быть такая живая работа и взаимодействие между докторами, да, и пациентами, когда обговаривается лучшая тактика, лучшая тактика в отношении времени, в отношении результативности, там, кто хочет пациент, что хочет для него доктор, потому что иногда у нас с вами не всегда совпадает, да, то есть, цены говорят, давайте мне все быстро и сразу, вот сегодня, чтобы было, ну, хорошо, давайте, вот. А некоторые, те, кто уже, так сказать, обожглись, да, вот у них не получилось, они говорят, нет, давайте, мы будем обследоваться, будем смотреть. Вот пример, который я приводил, пара же сделал веках. Третью они не пошли, пока мы вот не довели их показатель до каких-то более-менее значений. То есть, они прям четко сказали, нет, мы хотим обследоваться, пролечиться, потом уже делать следующую программу, чтобы у нас не было опять того же самого, что было предыдущего. То есть, здесь со стороны пациента тоже должна быть какая-то инициатива. Так, следующий. Стабильная криптоспермия на фоне стимуляции ФСД. Улучшение до азоспермия. Ну, вы знаете, так бывает иногда, да, когда криптоспермия может уходить в азоспермию. Но здесь несколько соображений. Вот если посмотреть колебания спермограммы у, ну, скажем так, здорового мужчины, да, есть такие исследования, когда мужчина, у которого только что родились дети, каждые две недели в течение года сдавал спермограмму, посмотрели, какие колебания, да. Там перепады от 180 миллионов до нуля, то есть до азоспермия. Вот. Ну, переболел человек, да, в 100 температурах, у него сперма улучшилась. Потом нормально, да. То есть в течение года 15-20% образцов спермы ниже какой-либо нормы. Вот. Соответственно, у мужчин, у которого криптоспермия, вот эти колебания, они проходят через ноль, да. То есть сегодня у него там единичный сперматозоид, а завтра у него ноль, да. Послезавтра опять сперматозоиды появились, потом опять пропадают. Если у обычного мужчины это 100 миллионов, потом 20 миллионов, потом 50, потом 10, да. То есть вот эти перепады, ну, мы все равно сперматозоиды-то видим. То в случае криптоспермия это вот идет через ноль, да. Выше нуля, ниже нуля, да, количество сперматозоидов. Вот. Если стимуляция ФСБ не дает результата, ну, нужно тогда подождать и работать с теми сперматозоидами, которые есть. Вот. Вообще их, конечно, надо долго заморозить, наверное. И в любом случае, когда единичные сперматозоиды, их надо замораживать. Вот, кстати, в NGC есть специальные девайсы, устройства для домородки единичных именно сперматозоидов, потому что это, ну, тоже целое искусство, да, и заморозить, и потом еще и разморозить, и найти их в этом устройстве. Поэтому есть специальные устройства для домородки единичных сперматозоидов. Вот. И если прямо вот все так критично, это значит вопрос для отца яичка получения сперматозоидов оттуда. И препараты ФСБ очень хорошие, они дают в большинстве случаев вам какие-то положительные результаты. Но, как Светлана сказала, нету золотых девочек, да, с золотыми энциклетками. Также нет и золотых яичек у мужчин, да, и нету золотого препарата, да, такой вот таблетки одной, который можно вылечить бесплодие. Вот. То, что попробовали препараты ФСБ, это наиболее действующие, реально работающие препараты, да, при мышцном дисплодии. Если нет эффекта, но не очень хорошо, надо дальше двигаться тогда и решать как-то этот вопрос. Тогда, Сергей Владимирович, пока там пишется следующий вопрос, я добавлю по, значит, какие могут быть причины. Вот три сами по 15-16 хромосоме написали, что кариотипы родителей в норме. Ну, значит, это случайные нерасхождения при образовании яйцеклеток. И мы теперь понимаем, что с возрастом таких случайностей будет все больше и больше. Случайные, да, случайные нерасхождения, которые приводят к образованию ацитов с неправильным набором хромосом. И еще добавлю про анембрионию. Вы, пожалуйста, с вашим лечащим врачом должны здесь также очень тщательно разобрать эмбриологический протокол. Как вот сказал Сергей Владимирович, для других пациентов в данном случае тоже мы понимаем, что не все зависит от генетики эмбриона. Да, здесь это сама женщина. Ну и тщательнейший разбор именно эмбриологического этапа. Да, да, хорошо. Так, как вы смотрите, Татьяна пишет на программу улучшения качеств термотозоидов. Татяна пишет на программу улучшения качеств термотозоидов, бетилтолат, бетинол, альфа-лифоевракислоты, ибоевракислоты. И есть алькарникин. Но мы только что про это говорили, да, что, в общем-то, поливитаминные комплексы, они, конечно, какому-то проценту пациентов помогают. Исследования показывают, что эффективность этой терапии, ну, где-то на уровне 40-50%, то есть она не всем помогает. И помогает она как раз тем пациентам, у кого есть дефицит или какие-то нарушения в обмене веществ, которые назначение этих препаратов компенсируют. Вот. Поэтому, ну, наверное, да, но вот как в вашем случае это поможет, я не могу. То есть это надо или проводить какие-то дополнительные тесты на дефициты, там, той же поливитислоты, еще чего-то, в уровне гомоцистеина, витамины группы В, там, и так далее. Или, ну, как экспивайте, вот есть такое в медицине понятие, да, то есть лечение, пробное лечение. Вот. Так как вреда от него точно не будет, можно попробовать и посмотреть на результат. Так. Оказывает ли влияние ТТГ на нижней границе нормы, на Т3, на высшей границе нормы, на спермограмму? Я думаю, что не особо оказывает. Если речь идет о гипертиреозе, я думаю, что здесь вам лучше пообщаться с эндокринологами, которые бы посмотрели более развернутые параметры функции щитовидной железы, сделали ультразвук, может быть, какие-то еще дополнительные тесты, и, как бы, определили в норме функции, не в норме. Вообще гипертиреоз приводит к нарушениям спермограммии. Вот. Но, вы знаете, сейчас такая тенденция в медицине, почему-то все стали лечить какие-то пограничные состояния. То есть вот у нас там строн на уровне границы, давайте мы что-нибудь назначим. Вот у нас ТТГ, на верхней границе нормы, давайте что-нибудь назначим, а вдруг это поможет. И вот такие там с уровнем гиритина или железо в крови, да, какие-то вот. Вроде бы да, но вроде бы и нет. Но как бы нам вот хочется, да, у нас есть какая-то проблема, и что бы нам привязать, чтобы нам эту проблему объяснить. Вот. Но когда есть явный дефицит или функции, или уровень каких-то веществ, он должен клинически проявляться. Есть такая приставка у врачей, давайте не будем лечить анализы, да. То есть лечить анализы не надо, надо лечить пациента, и нужно видеть клиническую картину. Вот. Потому что я могу вам пример по тасцерону привести. У нас вот есть общий тасцерон, да. Если мы будем цепляться только за эту цифру, то мы пропустим очень много пациентов с гипогонолизмом, потому что есть еще и погодный тасцерон, который зависит от уровня ГСПГ. Мы пропустим пациентов, точнее будем лишнее назначение делать, потому что есть еще андрогенный рецептор, через который действует тасцерон на ткани, да. И при коротком андрогенном рецепторе не нужно назначать ничего, потому что низшего уровня тасцерона этих пациентов хватает. Вот, ну и так далее, и так далее, да, есть как бы сардиолос, который из бестерона образуется, и который там оказывает тоже свои эффекты, да, вот, есть уровень лютеризирующего гормона, который стимулирует выработку, и, возможно, там проблемы, да, и не надо ему потом назначать, ну и так далее, и так далее, да, то есть вот посмотреть на одну цифру, а при этом у пациента нет никаких жалоб, да, зачем вообще ему что-то назначать, если он ничего не беспокоит при пограничных цифрах того, вот, поэтому вот это наше с вами онлайн-консультирование, это вот я вам сначала сказал, что я не люблю онлайн-консультирование, потому что какие-то общие я вам могу озвучить, подходы, как-то, да, какие, но конкретно вас, то, что касается, я бы, в общем-то, наверное, не хотел погружаться. Так, Сергей Владимирович, через какое время после простуды применять и биотиков, да, ну, непонятно, да, ну, ну, есть понимание, что восстановление спермограммы происходит в течение одного цикла сперматогенеза, который вставляет 75 дней, вот, то есть через 75 дней вырастут сперматозоиды новые, которые не были подвержены влиянию любому, антибиотиков, температура высокая, там, интоксикация, связанная с инфекцией, поэтому, ну, как минимум, 8-10 недель. Причины моносомии, ну, это, собственно, нечиславные, наверное. Да, какие могут быть причины моносомии от осомы 2-18, 3-сомии-22? Я так понимаю, что это ответ по примутационному генетическому тестированию, ну, это, вот, как раз, скорее всего, 10 целых 3 хромосомы, то это не расхождение, случайное не расхождение, которое связано с старшим репродуктивным возрастом. Именно это. Так, ну, вопросов больше нет, тогда мы заканчиваем наш сегодняшний вечер. Да, но я могу добавить, что вот эти моносомии, 3-сомии могут возникать, опять же, не только в связи с фактором ацита, они могут возникать с фактором и сперматозоида, вот, и если мы ациты, мы можем ориентироваться только на возраст и кариатит в отношении женщины, да, то у мужчины у нас есть прямой анализ, оценки, оно по идее, сперматозоидов, в том числе и у 17-й хромосомы можно посмотреть и так далее, вот. А ациты, к сожалению, мы не можем исследовать. Да, здесь, к сожалению, у мужчин есть преимущества, потому что, да, их клетки мы можем посмотреть и оценить, сделать какой-то прогноз, то женщинами здесь, к сожалению, мы только чисто теоретически у нас данными апеллируем. Поэтому, если есть повторяемость ситуации, тем более, если женщина, всё-таки, ну, как бы, возраст, не там, 43 года, да, когда всё-таки это женский фактор превалирует, можно мужчину посмотреть и сделать этот анализ, что он не так дорого стоит, но это будет дополнительная информация для размышления. Согласна. Так, вопрос в Москве, если ко мне вопрос, то да, в Москве, в GST Москва, пожалуйста. Ну, тогда, да, тогда заканчиваем. Спасибо. Спасибо большое. Всем очень приятно пообщаться. Всем удачи. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова